Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Компания Илона Маска Спасекас будет отправлять астронавтов на Луну. Организация выиграла соответствующий контракт от НАСА, сообщается на сайте ведомства. Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну, заявила руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Людерс. Кроме Спасекас за право доставлять людей на поверхность спутника также поборолись компания Джеффа Безоса Блу Оригин совместно с Локхит Мартин, Нортроп Грамман и Дрейпер, а также компания Дайнтикс. Ожидается, что на корабле Орион четырех астронавтов доставят на окололунную станцию. После этого двоих из них отправят на Луну кораблем Старшип, принадлежащем компании Маска. Стоимость создания системы для посадки корабля на поверхность спутника обойдется почти в 3 миллиарда долларов. В мае 2020 года НАСА представила международное соглашение Артемиды – Artemis Accordes, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.